Наглядным примером бюрократических проволочек стала история карагандинца Ивана Тирика. Пенсионер, получивший травму в шахте 21 год, пытается доказать, что не виноват случившимся. Однако суды не принимают его аргументов и выводов государственной комиссии. В ситуации разбирались наши корреспонденты. На этой шахте Иван Тирик работал заместителем директора. Но когда во время ремонта оборудования рабочему понадобилась помощь, он не раздумывая взялся за дело. И тут произошло непредвиденное. Помог я держать зубило рабочему для более удобного удара по зубилу. При поднятии крышки она амортизировала и ударила меня по голове, в результате получив черепно-мозговую травму. После травмы Иван Васильевич больше не вернулся на шахту. Его работой стало хождение по судам и инстанции. Сейчас пенсионеру 83 года. И вот 21 год доказываю о том, что отсутствует моя вина, но в суды придерживается металлсила о том, что есть моя грубая неосторожность без каких-либо доказательств. Из-за того, что половина вины за случившееся была возложена на пострадавшего, ему в два раза сократили размер регрессных выплат. Но уже удалось доказать, что степень вреда здоровью пострадавшего была оценена неверно. В справке из больницы значится легкая травма. Однако, года спустя, судмедэкспертиза квалифицировала ее как тяжелую. После многочисленных попыток доказать свою правоту, повторное расследование случившегося провела уже Государственная комиссия Управления инспекции труда. Установив все обстоятельства, эксперты определили полную вину работодателя. Однако, крупнейшей металлургической компании страны, которой принадлежит шахта, удалось через суд отменить акт спецкомиссии. Случай произошел в 2001 году. Было расследование проведено изначально, поэтому за основу Арселор Митл Тимиртал берет доводы те, той комиссии, которая провела изначальное расследование. Комиссия, которая провела повторное специальное расследование, уже на основании новых доводов провела спецрасследование. И уже, считаем, активно провела и установила полную вину работодателя 100%. Все документы, собранные из спецкомиссии, были переданы и в полиции. Уголовное дело на стадии расследования. Юлана Чаус, Айран Акамбаев, Аслан Демизбаев, Караганда. Итоги дня.